Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Забавное название для породы придумал в конце 80-х австралийский заводчик Уолли Конрон, Уолли Конрон. Мужчина хотел создать собаку-поводыря, которую могли бы принять люди с аллергией на шерсть. Конрон скрестил обычного пуделя и лабрадора-ретривера, и получил лабрадудля. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Geniuses, международная команда подробно изучила генетику австралийского лабрадудля и пришла к выводу, что эта собака, уже, по большей части, пудель. Исследователи проанализировали ДНК 21 лабрадудля и сравнили его с ДНК обычных лабрадоров и пуделей. Племенные австралийские лабрадудли, которых рассматривали ученые, отошли от первоначальных родителей на 4 и более поколения. Исследование показало, чем дальше собаки уходили от первого поколения, тем больше в них оставалось генов пуделя и меньше «лабрадора». В первом поколении гены от двух пород разделились, примерно, поровну. Сейчас в геноме лабрадудля содержится «огромная часть пуделя», немного лабрадора и даже небольшой намек на американского кокер-спаниэля. Владельцы и поклонники австралийской лабрадудли и настаивают на том, чтобы породу официально признали. К сожалению, у этих собак, по мнению ученых, есть всего несколько аллелей, различных форм одного гена, которые полностью меняют их тип шерсти. Но в остальном эти животные, полностью пудели.